В школе поселка Новотошковская, расположенного вблизи линии разграничения, прозвенел последний звонок. Наш корреспондент Валентин Сычев побывал на школьной линейке. На дворе школы поселка Новотошковская, который расположен вблизи линии разграничения, музыка, цветы, собрались ученики, родители, учителя. В последние дни весны заканчивается учеба, в школе звенит последний звонок. В этом году из школы выпускается шесть учеников. Все это выпускники 2016 года. Я приехал в эту школу в январе 2016 года. Кончил школу хорошо, сдал все экзамены. Сейчас собираюсь поступать в Лисичанский горный университет. День рождения выпускницы совпал с последним звонком. Так часто бывает, я как бы уже привыкла, потому что в большинстве случаев, ну, постоянно 27-го, последний звонок. Два праздника в один день, только к счастью. Мы сдали вот недавно независимое тестирование, вот, и по результатам этого тестирования я уже буду думать, куда я буду поступать. Как прошел этот год, рассказала директор Новотошковской школы. Сказать, что он был легким, это сказать ничего. Конечно, мы очень волновались, чтобы он был прежде всего мирным, чтобы наши детки закончили школу, особенно выпускники 11-го класса. Ну, слава Богу, все было тихо, мирно. Помощь в школе оказала военно-гражданская администрация поселка. То, что мы планировали, ну, можно сказать, не до конца сделано. Если в начале еще учебного года мы планировали доделать, ну, начать ремонт в классах и делать внутри школы ремонт, то нам это не удалось, потому что, ну, не хватило средств. У нас в школе питание, и снова это большая заслуга, ну, то, что есть от районной администрации питание, так еще дополнительно мы питаем школьников теми продуктами, которые привозят волонтеры. С последним звонком начались летние каникулы. У школьников три месяца отдыха. С новыми силами осенью они продолжат свою учебу. Валентин Сычев, Илья Трофимов, Падиви.